Глава Чувашия Михаил Игнатьев сегодня принял участие в видеоконференции, которую провел с руководителями субъектов федерации заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» стало ключевой темой заседания. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что внедрение и реализация комплекса «Безопасный город», утвержденное правительством страны, проводится поэтапно. В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета, 56 субъектов обязались завершить создание системы 112 не позднее 2017 года. 20 субъектов Российской Федерации, получатели субсидий из федерального бюджета в 2017 году, должны были ввести систему 112 в опытную эксплуатацию в административных центрах и завершить мероприятие по созданию системы в 2018 году. Оставшиеся 9 субъектов приняли решение создавать систему 112 за счет региональных и местных бюджетов. Стоит отметить, что внедрение системы 112 началось в Чувашии в 2011 году, а в 2012 в Чебоксарах прошли успешные испытания ее опытной зоны. На сегодняшний день она эксплуатируется в тестовом режиме. В прошлом году в рамках федеральной целевой программы на ее оснащение было выделено более 19 миллионов рублей. На эти средства закуплено необходимое оборудование, проведены пусконаладочные работы. На развитие системы АПК «Безопасный город» в 2017 году из республиканского бюджета было выделено 115 миллионов 700 тысяч рублей. Работу системы в Чебоксарах лично проверил заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. В начале октября он побывал в республике с рабочим визитом и познакомился с работой всех служб, обеспечивающих безопасность жителей. Было отмечено, что все запланированные мероприятия проводятся согласно утвержденному плану реализации концепции построения и развития АПК «Безопасный город». Текущие вопросы решаются в рабочем порядке.